У нас, наконец-то, пополнение! Ори рожает! Девочка моя, схватки начались! Котёнок родился с открытым глазом, я в шоке! Почему же котята у Дори погибли первый раз, когда у неё был первый помёт? Всем привет! Сегодня у нас очень интересный выпуск. У нас, наконец-то, пополнение! Наша любимая Дори родила котят. Те, кто не знает наших животных или совсем недавно с нами, Дори – это саванна F1. Она родилась в нашем питомнике от нашего сервала Джоя и домашней кошки. На этом видео Доришке месяца 4. Аж не верится, что она такая была крошка, но невероятно красивая, обворожительная девочка. Папа у малышей – кот, саванна F5 – Симба. Кто не знает, саванна F5 – это означает 5-е поколение от дикого кота сервала. То есть, в этом котике всего 3% дикой крови. Почему именно F5? Потому что до 5-го поколения саванны самцы стерильны и потомство иметь не могут. Непосредственно котята родились саванны F2 второго поколения. То есть, в них 25% дикого кота сервала. Конечно, жених по сравнению с невестой выглядит достаточно мелким. Но он умничка, он справился. У Дори это уже второй помет. К сожалению, в первом помете котята все погибли. У меня есть предположение, почему. И этим предположением я с вами поделюсь в конце видео. Поэтому приятного всем просмотра. Дори, ты еще не родила? Посмотри, у тебя пузо уже волочится по земле. Она уже еле ходит. Сделает 5 шагов и ложится. Дори, делаем вставки, сколько у нее будет котят. В прошлый раз 2 было. Но в этот раз у нее пузо нереально огромное. Просто бочонок. Дори. Ай, Дори. Ай! Косюка такая. Дорюшка. Ух, у тебя и любовь. Ух, у тебя и любовь. У нас Дори рожает. Девочка моя, схватки начались. Эри, ты слышал? Дори рожает. Мышка, ты слышала? Дори рожает. Маленькая моя, сладенькая моя. Единственная проблема, что у нас вечно выгребают все полотенца. Загребает и хочет лежать на голом дереве. А это, конечно, не очень хорошо. Сейчас попробуем ее переложить аккуратненько. Принцесса моя. Доченька моя. Доченька. Принцесса моя. Дорюшка, куда ты пошла? Доря, иди ложись. Иди, малышка. Услышала там котов. И сразу вскочила. Мы тут целью пока кушаем. В общем, только я ее все поправила. Она снова загребла. Полотенце не нравится ей. А ну, хочет она на голой досточке рожать. Да, малышка? Скажи, не нравится мне твое полотенце. Кто у нас тут? Первый малыш родился. У нас есть первенец. Это мальчик. Я его уже протерла. Носик очистила. Уже дорюшка его даже облизала. Такой крупный вообще. Надо еще их взвесить обязательно. И следить, как они набирают вес. Вы когда-нибудь такое видели? Котенок родился с открытым глазом. Я в шоке. Я такого еще никогда не видела. Вот это Дори, конечно, их переносила. Долго она их не рожала. Хочу сразу сказать, что у Дори это не первые роды. И первый раз она родила сама. Нас тогда дома не было. Поэтому, в принципе, я не очень переживаю. Потому что страшно первый раз. Потом уже не так страшно. Поэтому я девочке полностью доверяю. Конечно, все равно она под контролем под моим. Я за ней присматриваю. Но она делает все сама. Когда я ходила кормить малыша Эри, у нас появился второй малыш-котенок. Сейчас его протрем и посмотрим, мальчик или девочка. Первый малыш у нас уже просох. Боже, этот открытый глазик, конечно, вообще. Черный носик у нас. Очень крупный мальчик. Красавец. У нас второй пацан. Этот с розовым носиком. И тоже с открытыми глазками. Такой смешной. Рыженький-рыженький будет. Тоже очень крупный. Ой! Ой! Я для Дори приготовила кальций-глюконат. Я его нагрела хорошо. Сейчас я буду его ей колоть. Почему? Потому что в прошлый раз она была очень беспокойная, очень нервная. Скорее всего, у нее была легкая клампсия. Думаю, у меня есть предположение, что это из-за того, что она кушала всю беременность сухой корм. В этот раз мы всю беременность кормили ее перепелкой. Но на всякий случай я ей сделаю укол. У нас уже два котенка. Но при этом у Дори еще огромнейший живот. И явно она собирается еще рожать. Поэтому пишите в комментариях свои предположения. Как думаете, сколько котят у нее будет. Сейчас я временно положила малышей на пеленочку. Потом, когда Дори уже всех родит, я, конечно же, ей перестелю чистенькую, свеженькую пластелку. Дори понравилась моя пеленочка. И она сама улеглась на нее. А малыши уже сладенько кушают. Как плямкает смешно. Такие холесые. Пацан с розовым носом уже просох. И он, конечно, невероятный. Просто маленький рыжий гепард. Я подготовила весы. Ручку с бумажкой сейчас будем взвешивать мальчиков. И смотреть, какой у них вес. Мальчик с черным носом у нас весит 130 грамм. Мальчик с розовым носом 149 грамм. Ромные пацаны, конечно. Пока малыши кушают, у Дори начинаются снова схватки. Там явно еще один котенок есть. У нас третий пацан. Просто огромный. Я в шоке. Иду, иду, иду. Так, ну что, взвешиваем третьего малыша. Конечно, надо было, чтобы он просох. 160 грамм. Мы постели ее свеженькую подстилку. Но она начала тащить котят. Поэтому пеленку, на которую она рожала, мы вернули. Потому что запах ей был незнакомый. Она очень испугалась. Счастливая мамочка и три сыночка. Думаю, котят там больше нет. Третий малыш уже подсох. Безумно красивый. Очень крупный. Очень крупный. Такие яркие пятна. Сейчас мы его взвесим. Так, как раз приготовила весы. 158 грамм. 158 грамм. Обалдеть. Самый крупный пацан. Вот у нас уже наступило утро. Дурюшка счастливая мамочка. В этот раз она очень хорошая мама. Лежит. Лежит, кормит деток своих. Еще каких-то 2-3 дня у нее будут кровяные выделения. Это нормально после родов. Поэтому вы не переживайте, что там немножко кровь есть на ее подстилке. Котята разбежались, расползлись. Ой, а Дори все никак успокоиться не может. Боже, ну что, стой такая лоскушка. Ну что, посмотрим твоих деток. Дашь, посмотрите. Пупсики. Вот этот, конечно, самый яркий пацан с розовым носиком. Сейчас покажу еще. Это самый крупный пацан. Он родился в 160 грамм. А третий, с черным носиком, самый мелкий. Ой, вот он. Вот он. Он родился в 130 грамм. Черноносый. Да, девочка, да, моя хорошая. Отдаю, отдаю тебе, малышка. Самый первый котенок, который родился в 130 грамм. Уже 153. Тори. Давай, давай, давай. Давай, моя девочка. Следующий, второй золотистый котенок. 166. И последний котенок, который самый крупный был у нас, 173 грамма. Мамочка. Красотка. Ой, ты красавица. Дори. Такая нау папарацци, нау папарацци. Эрик. Что там, писта? Дать. Дать. Ки-са. Ки-са. Дэ? Дэ? Я для вас монтировала видео. Прошло уже 5 дней. Вы готовы посмотреть на этих пупсиков, как они подросли? Давайте начнем с первого котенка, который родился в 130 грамм. Котята уже больше 200 грамм весят. Многие из них глазки открыли. Очень подросли. И это первый мальчик. Второй мальчик у нас родился рыжий с белым носиком. Посмотрим, какой он. Маленький инопланетянин. Ну, такой чудной. Прям невозможно. Ну, и третий малыш, который был самый крупный. Они, кстати, уже практически все выровнялись по весу. Вот такой медвежонок. Тоже уже глазки открываются. Ох и сладкий. Ох и сладкий. Дорюшка, ты такая мамочка хорошая. Девочка моя. Принцесса. Почему же котята у Дори погибли первый раз, когда у нее был первый помет? Мои предположения, это потому, что она ела сухой корм. Потому что у нас тогда две кошки были беременные. Дори и Лилуша. Лилуша тоже у нас саванна F1. И Лилуша у нас никогда не ела сухой корм. Она всегда предпочитала мясо. Она кушала перепелку, суточных цыплят, кролик, курочку и так далее. Дори и Лилуша рожали практически в одно время, разницей в три дня. У Лилуши, которая была на мясе, котята все выжили. Было все прекрасно. У Дори, которая ела сухой корм, к сожалению, котята погибли. И Дори себя вела тоже достаточно неадекватно. В этот раз мы всю беременность Дори кормили мясом. Слава Богу, она начала есть мясо. Потому что до этого я просто ее не могла заставить. На второй помет у Дори все котята выжили. Дори была прекраснейшей мамой. Все время с ними сидела, кормила. Никуда не убегала, никуда их не тащила. Вела себя достаточно адекватно. Поэтому мой вывод, скорее всего, дело было именно в питании. То есть сухой корм во время беременности именно Дори не подходил. Ей нужно было мясо. Поэтому, как и обычно, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, как там говорят. И до новых встреч!